В годовом круге Дунно-десятых праздников является первым во времени праздноваться Церковью как День Всемирной Радости. В этот светлый день на рубеже Ветхого и Нового Завета родилась преблагословенная Дева Мария, которая была от века предназначена Божественным промыслом послужить тайне воплощением Бога Слова, и Вица Матери Спасителя Мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом галилейском городе Назаретий. Родители ее были праведные Яким и Анна. Яким происходил из рода пророк и царя Давида, Анна из рода первосвященника Аарона. Святые супруги оставались бездетными, так как святая Анна была неплодна. Глубоко страдая от своего бесчадия, они в течение многих лет молились о том, чтобы Бог даровал им дитя. Достигнув старческих лет, они все же не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно. Что Он из старости может разрешить неплодие Анны, как некогда Он разрешил неплодие Сары, супруги патриарха Авраама. Святые Яким и Анна дали обет посвятить Богу на служение в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи. Поэтому Яким и Анна, люди безукоризненно чистые, праведные и святые, терпели несправедливые поношения от своих соотечественников, укорявших их в том, что за грехи Бог лишил их потомства. В одном из праздников старец Яким принес в Иерусалимский храм свою жертву, в дар Богу. Однако первосвященник Исахар не принял ее, назвав Якима недостойным, вменяемую вину его бесчадия. Святой Яким в глубоком горе ушел в пустыню, и там со слезами молился Господа о том, чтобы ему было даровано дитя. Святая Анна, узнав о происшедшем в Иерусалимском храме, горько плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на своего мужа и на себя милосердие Божие. Господь, всегда слышавши их молитвы, исполнил их. Однако не сразу, а тогда, когда святые супруги, достигнув приплодного возраста, приготовили себя в себя добродетельной жизнью, постоянством в молитве и твердой надеждой на Бога, к высокому званию быть родителем Пресвятой Девы Марии, праотцами по плоти Мессии, Господа нашего Иисуса Христа. Посланный Теакиму Иоанне Богом, Архангел Гавриил принес им радостную весть, что молитвы их услышаны, и у них родится преблагословенная дочь Мария, через которую будет даровано спасение всему миру. Обрадованные супруги встретились в Иерусалимском храме, возблагодарили Господа и вернулись домой. Святая Анна зачала и по исполнении срока родила Пресвятую Деву Марию, которая своей чистотой и добродетелю превзошла не только всех людей, но и ангелов, явившись живыми храмом Божиим. И как воспевает церковь в праздничных песнопениях, небесной дверью входящей Христа во Вселенную во спасение душ наших. Богу нашему славу, Владимир Богу. Аминь.